Всем привет! Настала весна и пришло время покоса травы. Сейчас мы будем подготавливать наш триммер к покосу. Приобрел вот такую лесочку 2 миллиметра макитовскую попробовать. Видите указано специально для аккумуляторных триммеров. Сейчас мы зарядим в катушку леску. У меня вот такая катушка фирмы Ornitol. Это итальянская компания, но именно эта катушка продается под макитовским артикулом. Артикул я укажу в описании к ролику, также и на леску, либо сразу будет ссылка, если найду. Не знаю сейчас они продаются или нет. Считаю, что это одна из самых лучших косильных головок именно под аккумуляторный триммер, потому что она очень тоненькая, легкая и минимально тратит заряд аккумулятора. Я так понимаю они бывают и под левую резьбу и под правую. У меня именно под мой триммер здесь левая резьба, гайка у нас с левой резьбой. Просто здесь при намотке ленты видите указано в зависимости какая у вас резьба. Видите LH если левая то в эту сторону надо наматывать леску, если правая резьба то вот RH, то вправо нужно намотать. Ну давайте отмотаем. Отмотаем примерно 2 метра лески. Откусим. Теперь разделим ее пополам на одинаковые половинки. Здесь можно согнуть и концы вставляем. Здесь есть вот специальные места и протягиваем до конца. И теперь, как я уже говорил, смотрим где написано LH в эту сторону и в эту сторону мотаем до самого конца. Вкладываем аккуратно, чтобы здесь не было каких-либо переплетений. Это катушка с автоматической подачей лески. То есть она будет сама растягиваться. Теперь вот мы домотали. Ближнюю сюда можно подать в эту сторону, а эту в эту. Теперь берем нижнюю часть катушки и протягиваем вот в эти отверстия. Видите здесь уже небольшой износик у меня. Но катушка долго у меня служит. Это реально на мой взгляд самое лучшее, что у меня было из триммерных катушек. Может быть существует конечно и катушки получше, но я говорю про то, что было именно у меня. Вставили. Теперь отсюда гаечку на место ставим. Понимаю и все равно, какой стороной куда. И закрываем. Теперь нужно вытянуть леску, чтобы она ну вроде бы Готово. Когда мы поставим ее на триммер, эти лишние кончики, они сами автоматически отрежутся. Потому что там должен быть нож. Откладываем в сторонку. Теперь нужно собрать наш подвес. Вот есть такие бархатные тяги. Магиседовские. Их нужно установить. Я просто их постирал. И теперь ставим их на место. Ссылка на разгрузку также будет в описании. Ссылка на тяги. Ссылка на тяги. Ссылка на тяги. Разгрузка намного лучше, чем вот этот ремешок, который шел у меня в комплекте с триммером. Даже если у вас легкий триммер, все-таки когда много работаешь, это всегда лучше. Все, разгрузка подготовлена. Теперь нужно подготовить триммер. Триммер у меня грязненький. Здесь, видите, стоит версия для диска кожуха. В современных триммерах кожух идет универсальный. Там на трех застежках быстро нижнюю часть отстегнул с ножом. И можно оставить диск. У меня еще версия старая. Поэтому приходится напрягаться. Но скоро у меня появится этот самый комби мотор. Этим триммером я буду работать только с диском. А на комби моторе только с леской. Я заказал насадку триммерную. И париться уже с перестановкой не буду. Хорошо затянуто. Хорошо затянуто. Комби мотор придет только 1 мая. А насадка еще позже. Плюс для вас надо будет снять видео с разбором ее. Оно обязательно будет на канале. Лучше я парюсь. У меня же есть шуруповерт. Оно не будет. теперь берем кожух для лески вот он кожух тоже не в презентабельном состоянии но у нас сыра я думаю один покос и она будет чистенькая потом шлангом с водой промыть и все некогда было осенью убирать так что ребята извиняйте ссылка тоже будет в описании на этот кожух либо артикул здесь есть косяк который вот мне не нравится у макиты очень большой минус если под этот кожух здесь винтики поменьше а под этот кожух винты побольше а сбоку винт одинаковый вот который и выкрутил разные шестигранники зачем это сделано когда можно было все использовать один шестигранник как бы напрягает это дело получается здесь а этот нужно на 2 винтика крутить но у меня уже сорвана резьба поэтому вот в этом месте к триммеру гайковертом крутить не надо лучше аккуратненько ключиком я закручиваю на один винт вот здесь и в принципе она хватает видите уже не закручивается давайте в другую сторону там резьба уже сорвана наверное и в этой стороне сорвана вот эта проблема постоянно из-за того что меняешь кожухи эти один раз я перетянул новый корпус покупать смысла не вижу из-за такой проблемки в одной держится и и хорошо поэтому в описании я также укажу универсальный кожух у которого таких проблем не будет все готово теперь у нас теперь сюда устанавливаем гаечку точнее гаечку шайбу потом вот такую защитную шайбу старый триммер такой шайбой мой 355 и в комплекте ее не было она шла у меня как раз вот стой с этой катушкой по моему или не с ней но не помню с чем-то как в комплекте лежала в новых триммерах уже вот эта шайба вот эта сама она сделана вместе у так как одна цельная деталь летая поэтому шайба это в новых уже не нужно а для чего она когда трава наматывается бывает здесь в этом примере есть реверс чтобы разматывать но бывает так сильно наматывается что застревает вот здесь а так вот эта часть получается защищена потом берем вот эту майку и нам накручиваем головку точнее до триммерную головку чтобы она накрутилась нужно сюда в отверстие вставить отверточку или шестигранный ключ который шел в комплекте ключ я потерял все намотали теперь вот смотрим видите вот до ножа достает она ее принципе обрежет можно конечно и помочь чтобы это было проще примерно чуть больше взять и сразу обрезать лишнее чтобы при запуске не было вибрации всяких лишних все готово можно идти косить если вы только что собираетесь приобретать думаете стоит ли брать аккумуляторный триммер я его еще попробовал 2016 году и не расстроился покупкой полностью удовлетворен поэтому пока вы думаете покупать или не покупать жизнь проходит пользуйтесь бензиновыми это ваша как говорится жизнь нюхайте бензин страдайте старости от вибрации ваш выбор но на этом все спасибо за просмотр всем пока